Эфир на канале Россия 24 продолжает Вести Хакасия. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня около 8 утра в Абакане. В результате ДТП пострадали две женщины. Происшествие зарегистрировано возле 25-й школы. По информации городского управления автоинспекции, автомобиль Toyota остановился на переходе, пропуская пешеходов. В этот момент в нее ударило такси Рено. Возможно, торможению помешал гололед. В результате автомобиль Рено от столкновения изменил траекторию движения и наехал на двух женщин. Обе пострадавшие были отправлены в приемный покой Абаканской больницы. Травмы оказались не слишком опасными, но одной понадобилась консультация травматолога. Другая по причине беременности направлена в гинекологию. Водителя такси по подозрению в опьянении патруль ДПС направил на медэкспертизу в наркологию. По результатам проведенного медицинского освидетельствования на состояние опьянения, есть основания полагать, что водитель транспортного средства ранее употреблял наркотические вещества. Возможен факт употребления наркотического вещества. Но окончательный результат будет известен после проведения химико-токсикологического исследования. Хакасия станет первой национальной республикой в России, где будет ликвидирован филиал компании Ростелеком. Массовые сокращения начнутся в начале апреля. Управление в регионе будет подчинено Красноярскому краю. Руководство компании уверяет, что это не отразится на качестве услуг. Но в самом филиале пока молчат. Тему продолжит Алексей Гочаренко. О грядущем сокращении в хакасском филиале компании Ростелеком говорить отказываются на отрез. Поэтому исчерпывающей информации нет. О том, как будет работать филиал в регионе, останется ли прежним спектр услуг, их качество и удобство для абонентов. Но что касается самого сокращения работников, то оно будет массовым. В центре занятости информация на 172 человека. Такого количества, конечно, увольнений давно нам не поступало. Преимущественно, если массовые профессии, то отмечу, что это инженерные должности, специалисты, начальники отделов, экономисты, в общем, управленческие аппараты. Похоже, что в отраслевом Республиканском профсоюзе компания не получила одобрения на такое массовое сокращение. Профсоюз пытался в течение продолжительного времени отстоять свои позиции, не сокращать большого числа сотрудников, отсылая бумаги, запросы и просьбы в различные инстанции и на республиканском уровне, и на российском. Впрочем, по некоторым данным и сами работники уже уходят с предприятия. Многим предложили остаться, но на новых условиях, на которые персонал не согласен. Вероятнее всего имеется в виду заработная плата. В центре занятости считают, что инженеры без работы долго не останутся. Инженеры сегодня на рынке труда востребованы, менеджеры также востребованы. И у них есть в городе Абакане возможность трудоустроиться. Сегодня инженеры, насколько я знаю, у них порядка 20, будем говорить, предлагаются. Тысячу рублей? Тысячу рублей, да. По данным Федерального министерства связи, республиканский филиал Ростелеком отработал в прошлом году с прибылью. Но, уточняют в министерстве, объем выручки в четыре раза меньше красноярского филиала. Видимо, такое сравнение в министерстве считают корректным. Как бы там ни было, хакасский филиал ликвидируется. Тем, что от него останется, будут управлять из Красноярска. Массовое сокращение начнется в апреле. По информации отраслевых профсоюзов, Хакасия среди национальных республик первая в стране, на территории которой в городах и районах ликвидируется данная структура. Алексей Гончаренко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Госдуме обсудили вопросы природопользования. Руководитель фракции ЛДПР, в свою очередь, напомнил о проблемах, на которые Минприроды России стоит обратить особое внимание. Речь идет о рациональном использовании природных ресурсов. По словам представителей фракции ЛДПР, сегодня уделяется незначительное внимание сохранению лесов, воды, полезных ископаемых, которыми богата Россия. Если подойти к этому вопросу более серьезно, считает руководитель фракции, иными словами, правильно пользоваться тем, что дает природа, то можно получить больше доходов. С этой целью рациональнее строить в России заводы по переработке ресурсов, вместо того, чтобы отдавать свое дешевое сырье за рубеж, а потом оттуда получать дорогую продукцию. Приказ пересчитать плату за коммуналку и вернуть разницу, воспринятый на ура потребителями, многих поставщиков коммунальных ресурсов ввел в ступор. Как погасить долги и как работать дальше? Ответ на этот вопрос сегодня ищут во многих энергоснабжающих предприятиях, в том числе и в Белом Яре. Обратная сторона медали на примере компании «Алтай Энергоресурс». Дым из трубы на котельной в Белом Яре как подтверждение. Жизнь, а точнее отопительный сезон, продолжается. Несмотря на все потрясения в коммунальной сфере, тепло в квартирах никто не отменял. Вот только о планах даже на ближайшее время сегодня говорят осторожно. Доход за целый месяц при учете стопроцентной оплаты населения – два с половиной. Понятно, что даже отдав все, долг погасить не удастся. Впрочем, как и избежать банкротства, которое, кстати, уже переживало предприятие. МУП «Белоярский теплоканал» ушло в историю весной прошлого года. Новый собственник зашел на объект лишь осенью. Когда мы пришли, люди сидели, как сказать, как на вокзале. Не знали, что их ожидает. Будут они работать, останутся они здесь в дальнейшем или нет. Мы пришли уже в сентябре месяце, поэтому нам пришлось все форсировано. Вот это хозяйство, которое процентов 40 надо было здесь восстанавливать. В экстренном порядке подготовиться к отопительному сезону удалось в большей степени благодаря коллективу. Признают, ряды пришлось зачистить. Остались самые квалифицированные кадры – те, кто готов и умеет работать. Подняли зарплату, улучшили условия труда и, главное, началась замена ветхого оборудования. Зиму пережили спокойно, без ЧП. А вот весна преподнесла неприятный сюрприз. Сегодня коммунальщики уверены – не все так однозначно. Ситуация двоякая, и к ней подходить нужно как с большим специалистом, то есть разобраться на месте. Потому что это может ударить и по нашему предприятию. Это неоднозначно будет. В сельской администрации сегодня тоже беспокойно. В планах дальнейшее сотрудничество с предприятием. Но сегодня оно под вопросом. Каким-то образом помочь ресурсно-снабжающей организации мы в настоящее время не можем. Единственная надежда – это тот расчет выпадающих доходов, который в настоящее время сделан и направлен в комитет по тарифам Республики Хакасия. Выпадающие доходы – разница между экономически обоснованным тарифом и тем, по которому сегодня фактически платят люди. По Белому Яру это более 3 миллионов 100 тысяч. Но надеяться на всю сумму вряд ли стоит. Министерство финансов обещает лишь частичную компенсацию. Не дожидаясь помощи республиканских властей, местные приняли решение предоставить коммунальщикам рассрочку на 10 месяцев. Долг Алтай-Энергоресурс должно будет вернуть до конца года по частям. Каким образом? Скорее всего это будет снижение сумм в квитанциях, которые получает население. Ситуацию также отчасти выправит и запланированное повышение тарифа на 12% в июле этого года. В Хакасии создан фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов». Он действует при Министерстве экономики Республики. Задача фонда способствует вовлечению молодежи в республиканские экономические проекты. Иными словами, власти планируют создать в Хакасии условия для благополучной жизни и работы активной молодежи. Это позволит удержать кадры не только в городах, но и в селах, снизить миграцию населения из Хакасии в другие субъекты. В частности, представители центра при поддержке властей намерены оказывать помощь в трудоустройстве выпускников училищ и вузов. Планируется грантовая поддержка молодежных проектов, которые направлены на, может быть, инновационное развитие, участие в промышленности региона. Планируем участвовать в содействии и развитии предпринимательской деятельности молодежи. Вернемся к главной теме двух последних дней. Обильный снегопад, прошедший практически на всей территории Хакасии, не вызвал серьезных последствий. Спасатели своевременно приняли все необходимые меры. Запретили движение общественного транспорта на дальние расстояния, известили водителей, коммунальщиков и энергетиков о предстоящей непогоде. Благодаря таким слаженным действиям жертв удалось избежать. Какова ситуация на федеральных трассах сейчас и к чему стоит готовиться жителям республики, расскажет помощник начальника главного управления МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко. Смотрите далее ежедневную рубрику интервью. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok